Привет, дорогой зритель! В моих руках долгожданная копия на Apple AirPods Pro Air 20 Pro TWS. Та самая копия с поддержкой пространственного звучания, рабочим прозрачным режимом и режимом шумоподавления. А также прекрасно работающая на последней версии iOS с показом реального заряда наушника V-Case, подлинным серийным номером и поддержкой голосового ассистента Siri. Одним словом, копия с такими же функциями, которые есть у оригинальных прошек, только дешевле. В этом видео я, как всегда, быстро и емко расскажу о новой копии на AirPods Pro, построенной на туповом чипе Airoha 1562F, с улучшенным качеством звучания, цифровым процессором шумоподавления и оптическим датчиком автообнаружения уха. Итак, приступим! Поставляются наушники у белой картонной коробки с обозначением модели и перечнем основных преимуществ новой версии. Внутри, собственно, наушники, кабель питания USB-A на Lightning, комплект дополнительных силиконовых амбушюр разного размера и руководство пользователя на китайском языке. К слову, амбушюры качественные, каждая пара имеет пластиковый фиксатор и нейлоновую сеточку. Зарядный кейс, как и сами наушники, сделаны из белого глянцевого пластика. Шарнир выполнен из металла, а индикатор заряда аккумулятора прикрыт прозрачным пластиком в ровень корпуса, как и о оригинальных патсах. Думаю, вы знаете, что более дешевой копией индикатор находится, собственно, в отверстии корпуса. К слову, изменений также претерпела многофункциональная кнопка активации устройства. При нажатии звук практически такой же, как у оригинала. Мелочь, но приятно. Давайте сравним Air 20 Pro. А теперь более дешевая копия. Одним словом, кейс качественный и приятно лежит в руке. А благодаря беспроводной зарядке наушники можно легко зарядить даже от смартфона. Все, как у оригинала, за исключением надписей. Сами наушники выполнены так же, как оригинал. Сменные силиконовые амбушюры с пластиковыми фиксаторами и белой нейлоновой сеточкой. Сидят в ушах хорошо и не выпадают. Смарт-сенсор здесь оптический и работает без нареканий. В наушниках установлен новый чип Airoha 1562F, который определяется в системе как оригинал с прошивкой 3A283. К слову, в данной прошивке добавили поддержку функции Spatial Audio, или так называемого пространственного звучания. Работает данная функция только на смартфонах Apple, начиная с 7-го айфона. Как вы наблюдаете, прошивка здесь последняя, и наушники определяются как оригинальное устройство от Apple с действительным серийным номером. Невероятно, но факт. Подключаются наушники как к айфону, макбуку, так и к любому андроид-смартфону. Подключение быстрое, и на айфоне сопровождается всплывающим поп-ап окном с показом заряда наушника Викиса. На андроид-смартфонах заряд наушника можно посмотреть в меню Bluetooth-устройств. Работают наушники на версии Bluetooth 5.0. Связь стабильная на расстоянии до 10 метров. При просмотре видео запаздывание речи не наблюдается. Прозрачный режим, а также режим шумоподавления можно задействовать в соответствующем меню смартфона при условии использования айфона. Для пользователей андроид-смартфонов нужный режим шумоподавления можно выбрать путем продолжительного сдавливания ножки правого наушника. Да-да, управление здесь реализовано посредством сдавливания ножки, как у оригинальных пацах. Автономность у наушников на уровне 3 часов 10 минут ровно, при средней громкости 75%. Что касается качества микрофонов, то их работу предлагаю оценить лично вам. Тестовая запись работы микрофонов на Air 20 Pro TVS. Тест записи микрофона. А теперь вы слышите тестовую запись работы микрофона на улице возле проезжей части. Тестовая запись микрофона раз-раз и цитляс. Что касается звучания, то в Air 20 Pro с активным шумоподавлением ощутимо прокачали бас по сравнению с предыдущими версиями. Бас глубокий и насыщенный, середина и высокие частоты на уровне. Конечно, детализация звучания не такая, как у оригинальных пацах, но благодаря более ярко выраженным низам, звук более объемный и бархатный. Честно говоря, мне это в них и нравится. Фоновый шум отсутствует, а громкости достаточно благодаря активному шумоподавлению. Что касается работы системы активного шумоподавления, то она здесь есть и действительно работает. Непосредственно режим шумоподавления здесь более мягкий, нежели у Air 13+. Прозрачный режим также работает и передает все звуки вокруг. Друзья, как вы наблюдаете, копия по-прежнему далека от оригинальных Air Post Pro. Как минимум по автономности и микрофона, но стоимость и звучание подкупает. На мое субъективное мнение, Air 20 Pro стоит своих денег. Покупать или нет, выбор как всегда только за вами. Друзья, надеюсь видео было полезным и ты оценишь мои старания лайком. Тебе не трудно, а мне приятно. Также подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, активируйте серый колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю всем добра и хорошего настроения. И как всегда, я с вами не прощаюсь. До новых видео, друзья!